Прежде чем буду проповедовать, я хотел бы сказать две очень главные вещи. Первое, друзья, нет смысла быть христианином наполовину. Знаете, кто-то старается быть настоящим христианином, молится, а кто-то пытается удержать два коня, быть и там, и сям. Знаете, и быть и в миру, и быть с Богом у вас не получится, и нет никакого смысла. Если вы не следуете за Господом, и даже я скажу так, если вы следуете за Иисусом, но вы не берете креста своего, вы напрасно это делаете. Вы напрасный христианин, вам это не засчитается. Потому что, когда вы следуете за Иисусом, очень важно взять свой крест. Что такое крест? Это пересечение двух линий, где твоя воля пересекается с Божьей волей. И там, где ты отказываешься от своей воли и принимаешь его, вот он твой крест. Это не физический, деревянный или железный, или пластиковый. Это настоящая, это твоя воля, это твоя жизнь. Ты как личность, человек как личность, ты, приходя к Богу, принимаешь его волю для себя, как это сделал Иисус в Гефсимании. Не моя воля, но твоя да будет. Вот он крест. И так Иисус жил, и именно в таком принципе он умер, исполняя волю Божию до конца. И он оставил нам пример. Поэтому, если ты хочешь быть христианином, тебе обязательно, следуя за Иисусом, важно брать свой крест. То есть, исполнять волю Божию, исполнять Слово Божье. Второе. В церкви, знаете, когда начинается воскресное собрание, моментально, даже когда мы сюда уже приходим, пораньше приходим, настраиваемся, молимся, готовимся. Знаете, все должно быть направлено на Бога. Все внимание, все угождение должно быть, знаете, сегодня фокус изменен. Сервис сегодня для людей. Как бы для людей сделать лучше, чтобы их приманить сюда? Как бы их сделать так, чтобы их тут развеселить? Как бы сделать так, как бы цирк заказать? Как бы фейерверки заказать? Как бы сделать шоу какое-то? Как бы заказать классного проповедника, который бы мотивировал? Но послушайте, остановитесь. Тормозим. Наша задача не развлекать людей в церкви. Наша задача угодить Богу. Если вы согласны, вы можете аминь говорить. Это то, что делал Иисус. Никогда Иисус не делал шоу. Никогда. Он угождал Отцу. Его целью, Его жизнью было угодить Отцу. Максимально. И в этом Он находил радость. И в этом Отец находил радость. И в этом Сын находил радость. И они друг другу радовались. И это, вот это и есть полноценная любовь. Аминь. Тема проповеди будет называться «Для чего ходить в церковь?». Сегодня поднимается такой вопрос. Знаете, в церковь не обязательно ходить. Достаточно смотреть проповедника по интернету. Послушайте, прекратите смотреть. Если у вас, конечно, есть в будни, у вас есть желание еще больше получать Слово Божие, слушайте. Но прекратите делать это приоритетом. Что это такое за онлайн-церковь? Что это такое? Какую онлайн-церковь делал Иисус? Он собирал учеников. И Он говорил, кто не собирает, тот расточает. Итак, «экклесия» с греческого переводится «собрание людей, верующих в Иисуса Христа». Те, которые собраны во имя Иисуса Христа. Как первая церковь. Ученики Иисуса Христа собрались вместе. Не по домам. И смотрели в компьютер. И не пойми, что там по дому делали. Думали о чем-то. Поймите, они вместе собирались. И хотя у них была занятость еще больше, может быть, чем сегодня. Потому что не было ни стиральных машин, ни плит, ничего. Надо было все делать вручную. И они собрались вместе. Они собирались вместе. И написано, что Дух Святой излился на множество людей. Не на одного человека. Единственное извинение, если вы находитесь где-то в лесу, или вы где-то не можете ходить на собрание, это другой вопрос. Вам нужен Бог, вам нужно все равно молиться, общаться с Богом. Но если у вас есть ноги, если у вас есть даже деньги на транспорт, и вам жалко их платить, то грош вам цена. Вы никакой не верующий. Вам нужно покаяться, вам нужно вообще сначала начать все. Нам нужно ходить в церковь. Кто-то говорит, знаете, такое выражение, не ходи в церковь, будь церковью. Послушайте, давайте прочитаем Деяние 3 глава, 1 стих. Там интересно так сказано, что столпы веры, столпы церкви, можно так сказать, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Итак, что делали ученики, что делали апостолы после излияния Святого Духа на них? Что они делали? Они шли в храм. Они шли и вместо, куда приходят люди, где собираются вместе, чтобы вместе молиться, а не поодиночке. Церковь – это люди. Это никак не может быть здание. Каким бы здание красивым не было в виде зефира, шоколаде, знаете, полито шоколадом, знаете, в виде пирожного, в виде луковицы, в виде каких-нибудь треугольников, в виде башен, это не является церковью абсолютно. Но каким бы архитектурным ни было красивым модерном здание, не является церковью. Церковь – это живые люди, которые последовали за Христом. Будь церковью и ходи на собрание. Являйся церковью, но ходи на собрание. И сегодня мы будем перечислять пункты, причины, почему человеку надо ходить на собрание. Не ходящие на собрание, послушайте внимательно, все бунтари, верующие, знаете, такие, они не святые, они крутые верующие. У них такие выражения, такие крутые-крутые прям, знаете, они прям как будто готовят их, как будто прям заготавливают какие-то такие супердуховные. Духовные, на самом деле, это плотские люди. Это плотские люди, обиженные люди. Люди, которые не хотят меняться. Кто-то, не ходящий на собрание, останавливает свой процесс трансформации в образ и подобие Христа. Объясняю. Вот в природе, если найти алмаз, это просто бесформенный камушек прозрачный. Да? Но когда из него готовят и делают бриллиант, во-первых, вырастает его цена, вырастает его красота, им любуются. Никто алмазом не любуется. Никто. Но это все равно равносильно камню обычному, который лежит на дороге. Он ничего особенного из себя не представляет. Но когда приданы грани, а грани – это убранная часть этого камня. И поймите, что алмаз никогда сам по себе не станет бриллиантом. Что для этого надо? Другой алмаз. И что? Надо тереть, 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 убирать, убирать, шлифовать лишнее. И тогда появляется красота. Вот тогда мы любуемся и говорим. Послушайте, конечно, в самом начале, когда человек приходит к Богу, он никакой не бриллиант. Он сырье, он продукт. Он алмаз. Но общаясь с верующими, общаясь с Богом, общаясь с верующими, ему придают форму. Ему придают огранку. В церкви тебе надо смиряться. В церкви тебе надо служить. В церкви тебе надо любить. А когда ты перед телеком, ты можешь пирожные есть и слушать проповедь. Ты можешь кофе, ты можешь вообще быть бездельником. Ты можешь вообще... Ты будешь говорить там, ой, пусть эти там тупые верующие ходят на собрания, на это религиозно. Послушайте, я буду ходить, пусть даже на религиозное собрание, но я буду туда ходить, чем дома, не пойми, чем заниматься. В тот момент, когда все идут в храм, когда все идут в церковь. Если вы сделали для себя, вы знаете, воскресенье, да? Ну, в Европе так получилось. Католическая, конечно, церковь мешалась, да? Она изменила субботу, но воскресенье, а какая нам разница? Какая нам разница? Мы собираемся для Господа. Мы не поклоняемся Богу солнца, как там говорят, Sunday и так далее. День солнца. Мы не поклоняемся. Мы поклоняемся Иисусу каждый день, но из-за того, что день свободный, мы собираемся вместе и славим Господа. 1 Коринфянам 12, 28. Именно в церкви Бог, сам Бог поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И для чего все это Бог дал? Для созидания тела. Вы поймите, что в тот момент, когда христианин решает, зачем мне ходить в церковь, меня там обижают. Слушай, как бы главные тезисы христианства – любить, прощать, служить. Ты все это убираешь. Ты говоришь, а я хочу толстеть, а я хочу умнеть, а я хочу выпендриваться потом. Потом день я появлюсь такой умный и всех уложу на лопатки своим знаниям Библии. Тебе не это надо делать. Тебе любить надо братьев и сестер. Тебе служить им надо. Потому что тебя Бог помещает именно в ту церковь, где ты должен быть. Там, где ты трансформируешься. Ты к небесам не готов. Я, может быть, тоже не готов, но не может быть, я точно не готов, раз я здесь. Давайте мы прочитаем две заповеди Иисуса Христа. Это Матфея, 22 глава, 37 стих. Матфея, 22, 37. У Иисуса спросили, что самое главное. Что самое главное? Знаете, что Иисус ответил? Давайте мы прочитаем. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Я сказал, что нет смысла быть христианином наполовину, даже на 90%. Ты либо христианин, либо ты полностью посвятил свою жизнь Богу, либо не играй в игры. Потому что дьявол тебя видит изнутри, он видит тебя на тепловизоре, он видит твое духовное состояние, он видит, что ты никакой не христианин. Ты пытаешься сделать вид христианина, но силы его в тебе нету, любви Божьей в тебе нету. Ты не сушь, ты не любишь, ты эгоист. Ты живешь для себя, и ты пытаешься за счет Христа что-то получить для себя, прибыль какую-то. Иисус здесь говорит, сияясь первая и наибольшая заповедь, сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, если ты перестал ходить на собрания, какого ближнего ты любить будешь? Ты будешь собираться только с теми, ты будешь выбирать себе болтушку, чтобы съесть и кофе пить, и чесать, чесать, чесать. Я извиняюсь за такой искореженный русский язык. Иисус здесь говорит, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Иисус сказал, это есть основание христианства. Две заповеди. Две заповеди. Люби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, дух, душа и тело должны задействованы быть в любви к Богу. И вторая заповедь. Люби ближнего. Если ты не ходишь на собрания, ты не любишь ближнего. Ты наплюешь не только на ближнего, ты наплюешь на Божьи заповеди. Ты говоришь, зачем мне нужна эта церковь? Так тебе дана возможность, что, слушай, ты последовал за Христом. Христос теперь тебе говорит, если ты следуешь за Мною, то я тебе говорю, что делать. И Иисус здесь говорит каждому христианину, каждому его последователю, если мы верующие, если мы христиане, то для нас это должно быть важно. Что оказывается, многие верующие, они хотят любить Бога, но им ближний не нужен. Потому что тот ближний, который рядом, он такой стремный. Он такой странный. Он может быть вообще тебе неприятен. Ты его даже внешне не воспринимаешь его. А тебе Господь говорит, а тебе нужно любить его. Знаешь, небеса – это место любви. Если вы хотите как-то охарактеризовать Бога, если вы хотите охарактеризовать его присутствие, место, где он обитает, – это любовь. Это любовь. Если вы относитесь к ближнему своему с пренебрежением, вы далеко от Бога. Вы не думайте, что вы проедете на первой заповеди. Господь говорит, твоя первая заповедь будет исходить из второй заповеди. На самом деле Господь так и оценивает нас. Насколько мы относимся к ближнему. Что нам говорит Бог, Бог, знаете, как написано в Библии. Если вы говорите, я люблю Бога, которого не вижу, а ближнего, которого вижу, ненавижу, то лжец Библия говорит. Главная цель Бога. Главное, вот если мы задумаемся, какая у Бога цель вообще, для чего Он создал все человечество, – это любовь. Это чтобы человека любить. У Бога столько ресурсов любви. У Него столько есть любви, что Ему просто хочется кому-то отдавать ее. И это принцип Бога. Отдавать любовь, отдавать любовь. Вот почему Бог говорит, прежде возлюби меня, потому что, когда ты будешь любить меня, ты сам напитаешься любовью, и ты сможешь помогать потом другим, любить ближнего. Нету такого понятия в христианстве, послушайте, что я никому ничего не должен. Вот есть такие верующие, крутые такие. Они сами себя такими сделали. Они в своих глазах только крутые. Они говорят, я никому ничего не должен. Я ни церкви ничего не должен. Я никому ничего не должен. Я просто следую за Богом. Я и Бог. Послушай, ты не представляешь, насколько ты плоской. Ты не представляешь, насколько ты далеко еще. Насколько ты еще младенец, раз ты так говоришь. Я никому ничего не должен. Я свободен от всех. Что хочу, то и делаю. Это говорит о том, что ты вообще не выслушал, ни разу не выслушал Евангелие. Вы где-нибудь видели, чтобы Сын Божий, Иисус Христос, когда-нибудь такое заявил? Я Отцу своему ничего не должен. Я тоже Бог. Знаете, в Библии об Иисусе сказано, что Он равный Богу. Однако уничижил себя, однако унизил, смирил себя, приняв образ раба. Представляете, для Бога стать человеком, это как для нас стать рабом. Просто на плантации где-то. Просто на галеры пойти и там до конца своих дней и умереть. Кстати, были такие верующие. Я уверен, что на небесах они сейчас прославлены очень сильно Богом. Многие верующие еще в те времена, когда были галеры, рабство и так далее, они, чтобы достигнуть тех рабов, потому что никто не принесет им Евангелие, они рабы. Кто туда придет проповедовать им? Что делали верующие? Продавали себя в рабство, зная последствия навсегда. Ты оттуда не выберешься. Продавали себя в рабстве, чтобы проповедовать рабам заключенным, которые на галерах, сколько они там, по два, по три года живут, гребли эти галеры, катали туда-сюда. И они проповедовали им. Вот это любовь. Вот это любовь. А любовь, когда, знаете, насмотрелся умных проповедей, того проповедника, того, сейчас же большой доступ. Сейчас доступ ко всему интернету. И ты потом такой умный, но ты вообще не умеешь любить. Ты вообще ничего не даешь. А христианство, оно и заключается в том, чтобы принимать и давать. А что вы даете? Вы только принимаете. И если и есть такие верующие, которые так считают, что я никому ничего не должен, я не должен в церкви никому помогать, я не должен смотреть на этих слабых людей, я за себя ответственен, я и Бог, и все. Вы слышите, эти верующие, это непослушные верующие. Это верующие бунтари. Так как Иисус оставил нам две заповеди. Он оставил нам их. И нету исключения ни у кого. Хоть ты апостол, хоть ты простой верующий, только сегодня родился свыше. Нету разницы. Для всех стандарт один. Две заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Ты перестал ходить на собрания? Я тебе скажу, что с тобой произошло. Ты остановил свой духовный рост. Не факт, что ты вообще пойдешь на небеса. Потому что ты игнорируешь Бога. Представь, игнорировать Бога. Вот смотри, молодой юноша, богатый, подошел к Иисусу, кланяясь, кланяясь. Он настолько почитал его. Он настолько готов, знаете, своим поведением, всем, всем, всем своим разумением сказать, Господь, ты для меня все, я хочу знать все о своей жизни. Я хочу знать, что мне делать, чтобы мне иметь жизнь вечную. Иисус ему говорит, исполняй заповеди. Он говорит, я все исполняю, исполняю, но я чувствую, что-то еще есть. О, тогда Иисус говорит, ты сам меня туда повел, на эту глубину. Ты сам. Я тебя ничего не просил. И тогда Иисус, смотревшись на него, говорит, оставь то, что идола своего. Послушай, для него идол был деньги, для тебя что-то другое. Ты сотой части денег тех не имеешь, которые были у этого молодого юноши. Тысячной части не имеешь. Поэтому к тебе не про деньги идет речь. К тебе идет именно про того идола, которого ты ценишь и не можешь оставить. Ты знаешь, каждый знает своего идола. Мне не надо даже говорить. Это может быть человек, это может быть какое-то любимое, что-то грех. У каждого есть свой идол, который надо оставить. И вот Иисус ему говорит, иди все, что имеешь, продай. Раздай нищим, приходи и следуй за Мною. И вот здесь у него произошла проблема. Он проигнорировал слова Иисуса Христа. Лучше тебе никогда не слышать голос Божий, запомни, никогда не слышать Бога, нежели услышать и не исполнить. Некоторые говорят, Господь, говори ко мне, Господь, говори ко мне. Вот те еще кто-то в Фейсбуке и прям смотрят. Господь, говори ко мне, Господь, говори ко мне. Господь, когда вам скажут, и вы не исполните, вы станете преступниками. Вы узнали волю Божью, но поступили по-своему. И это преступление. И Бог вообще не имеет дела с такими несерьезными людьми. Если вы спрашиваете у Бога, Господь, что мне делать, будь готов ко всему, что Господь скажет тебе, потому что Он тебе может сказать, возложи Исаака, принеси мне в жертву Исаака. Исаака – это самое дорогое, что было у Авраама. И Бог хотел, а Бог не хочет, чтобы у тебя что-то было дороже его. Бог не против, чтобы у тебя были дети, Бог не против, чтобы у тебя было обеспечение, но Он не хочет, чтобы у тебя был идол. Послушай, Бог не хочет, чтобы у тебя был идол, а идол, Он уже втискивается в отношения. Он уже говорит, а я между вами, я теперь буду. И вот Бог решил проверить. Бог решил проверить, и Бог проверяет, и тебя проверят обязательно. Бога проверит. Если человек игнорирует заповеди Божьи, он не любит Бога. Иногда люди говорят, помолись за меня, помолись за меня, помолись за меня. У меня такое предчувствие внутреннее. Мне хочется сказать, а ты с Богом проводишь время? Знаешь, а мне даже не надо молиться за тебя, просто тебе проконсультировать, сказать, что ты возлюби Бога. Ты сам будешь за других молиться. Потому что человек, нарушая первую заповедь, у него идет полностью хаос в жизни. Хаос во всех сферах. У мирского будет все нормально, а у тебя будет хаос, потому что ты решил следовать за Богом. Ты отрезан от этого мира, ты стал святым. И теперь ты играешь в двойную игру. Так не пойдет. Послушайте, есть такая, одна из распространенных причин, почему верующие перестали ходить на собрания. Она очень нам знакомая всем. Меня там обидели. Меня обидели. И теперь я туда ходить больше не буду. Запомни три главных вещи. Тут было много чего сказано. Любить. Первое. Любить. Бог тебе дает церковь для того, чтобы любить ее. Совершенно несовершенный. Красивый или некрасивый. Любить. Первое. Любить. Второе. Прощать. Тебя будут ранить. Я тебе обещаю просто. И не раз. Тебя будут наносить и косвенно, и прямо, и по-разному. Будут наносить тебе какие-то ущерб делать твоей душе. Тебе нужно будет прощать. Прощать брата. Прощать сестру. Любить их. И третье. Служить. Церковь – это место, где ты можешь служить. Ты можешь заботиться. Ты можешь давать. Как ты еще любовь к Богу можешь проявить? Как? Просто говорить ему, Бог, я тебя люблю. Написано, Бог возлюбил этот мир и отдал Сына. Послушай, есть теория, есть практика. Есть, когда ты говоришь, и есть, когда за твоими словами идут дела. И церковь – это именно место. Мы не выбираем церковь. О, я хочу, потому что там классно. Послушайте, мы идем в церковь, мы в собрании. Конечно, мы не идем как в тюрьму. Мы не идем как на каторгу. Но именно в церкви человек меняется. А это главное для чего-то еще оставлен на земле. Почему ты не забран? Почему другие все забраны, а ты нет? Ты еще не готов к небесам. Это один из ответов. Ты к небесам не готов. А ты думаешь, как бы мне строить свою жизнь на земле. А тебе нужно думать, как бы мне подготовиться к небесам. Потому что ты верующий. Ты христианин. И Иисус прошел этот путь отвержения. Иисус прошел путь прощения. Иисус прошел путь служения. Иисус прошел путь любви. И Он остался любовью. И сегодня мы говорим, кто такой Бог? Бог есть любовь. Бог это сплошная любовь. Когда ты с Ним встретишься, Он личность. Но от Него просто ничего плохого не идет, а только любовь. Ты просто понимаешь, что когда ты реально с Ним встречаешься, ты понимаешь, что ты все, ты полноценен. Тебе больше даже ничего и не надо. И если у тебя там что-то какие-то хвосты где-то были, что-то долги, то все это меркнет. Или что-то хорошее у тебя было. Все меркнет, когда ты понимаешь, что ты встретился с Ним. А ведь это то, для чего мы пришли на эту землю. Чтобы встретиться с Ним. И быть с Ним, это то, для чего Он создал. И если у нас это получится, то мы будем счастливыми всю свою вечность. И Его сделаем счастливыми. Потому что о некоторых Бог плачет. Он смотрит, плачет, потому что они прервали свой процесс. Они взбунтовали. И когда человек уходит из церкви, он уходит из-под благодати. Конечно, он может умничать. Он может говорить, да, ой, слушай, я и без вас проживу. Посмотрим. Ты сам лучше посмотри. Чем ты начнешь заниматься? Когда все идут в церковь, ты чем будешь заниматься? А? Чем? Сразу в телефон полез? В телевизор полез? Куда ты еще? А у тебя вариантов мало. Холодильник. Знаете, бермудский треугольник. Холодильник, телевизор и что еще? Интернет. Или кровать. Кровать. Заколдованный такой треугольник. Поэтому, чтобы тебе не быть в этом обольщении, в заблуждении, тебе нужна церковь. Люби своих братьев. Какие есть. Люби. Может, их два человека в твоей жизни. Люби их. Люби их. Написано о Давиде. Он ему сказали, на кого ты оставил свое малое стадо? У него было малое стадо. Но так как он хорошо пас в малое стадо, Бог доверил ему Израиль. И то не сразу. Постепенно. Доверил весь свой народ. Представьте. Весь свой народ. Доверил. Он что-то хорошо делал. Он любил. Он служил. Он прощал. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы помолимся. Продолжение следует.